Добрый день, это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И у нас в эфире в четверг, а не в среду, и в необычное время, в 5 часов, Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер всем. Да, лишний раз напоминаю подписываться на этот канал. Лишний раз напоминаю подписываться на канал Алексея Арестовича, ссылочка на который есть по ссылке на описании. И помните, что чем больше вы подписываете, тем лучше это раздается во время эфира. И я хотела бы начать все-таки, может быть, это даже уже некоторым и надоело, но все-таки с обстановки на фронте, потому что это важно, потому что без этого нельзя понять тех безумных решений Путина, которых мы сейчас будем потом обсуждать самое главное. Алексей, Лиман, все? Ну, почти все. Чуть-чуть там. А поподробнее? Да, тоже поподробнее. Поподробнее нельзя. Поподробнее у нас действует норма, согласно которой сначала Генеральный штаб называет все населенные пункты, а потом всякие отщепенцы типа меня. Поэтому я могу общими категориями, ну, почти все, там, да, еще чуть-чуть осталось. Могу сослаться на российские источники, а злые российские источники говорят, что колодези уже украинцами захвачены. Не знаю, так ли это, но звучит приятно, как музыка. Еще там говорят, что кадровые успели выскочить, осталось два батальона мобилизованных и какая-то там еще, там, Аланаровская, в кавычках, мечта, которая борется. Ну, как честь искать, они часто воюют лучше, чем кадровые российские части. Поэтому, ну, они там как-то борются, не отступают. Как это написано было в российских пабликах военных, 144-я дивизия сейчас уходит, вы тут ржете, а 144-я дивизия уходит в бессмертие. Ну, вот они уходят в бессмертие, там все дружно. Чистое повторение Харьковской операции практически один в один в течение месяца на одном и том же месте. Это прекрасно характеризует людей, которые управляют Российской армией. Не знаю, кто это, но... Ну, им уже много раз говорили, что надо выдать героя Украине. Тогда я добавлю и даже специфически спрошу с упором как раз на мобилизованных, потому что тогда я спрошу и уточню то, что мне рассказывал Роман Светан. Он, во-первых, говорит, что с Лиман обошли, ну, точно так же, как обошли Балаклею, потому что и шли, и брали каждый день по деревне Идиана Сватова. А когда я спрашивала, а как же наступали без бронетехники, он говорил, что в основном это были американские М-113 с пулеметами наверху. И когда я спрашивала, а что делали мобилизованные, он сказал, что мобилизованных-то кинули как мясо, чтобы хоть как-то заполнить эти пустые места во фронте. и не рассчитывали на то, что как раз именно пулеметы этих М-113 будут очень хорошо косить. Если я правильно излагаю мысли человека, который все-таки военный, в отличие от меня. Дело в том, что любой пулемет хорошо косит не только мобилизованных, но и кадровых всех. Ну, как бы пуля летит, попадает, и все. Здесь не важно, мобилизованный ты или военный профессионал, ты экстра-класс. Там сработало оперативное искусство, хотя тактика, конечно, тоже. То есть, было все точно рассчитано, пробили линию фронта, пошли вперед в глубину, обходя населенные пункты, не задерживаясь возле них. Все это был зверграж на тачанках, на пикапах, на машинах, на БТРах, на всем, что могло быстро идти вперед. И вот они шли, 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 и за двое суток, за трое прошли 100 километров глубиной. Прорыв такой, за который Великой Отечественной давали героя сразу, по факту. Лиман – это немножко другая история, это большой лесной массив, там много бетонных всяких сооружений, очистных, населенные пункты, вообще вся эта местность – это лесной массив. Там наступать сложнее намного, местность куда более благоприятствует засадам, обороне там и так далее. Наши медленно прогрызали, но вот прогрызли и догрызают, грубо говоря уже. Там окружат где-то порядка двух до шести батальонов, трудно сказать, БТР сейчас противника наши. Ну, опять будут пленные, опять будут потери небезвозвратные с российской стороны, опять будет большое количество вооружений и военной техники, которые мы захватим. Ну, как-то так. Но это же еще не все. Там злые языки болтают. И тут уже генштаб наш подтверждает, что Купинск узловое, то есть Купинск-Левобережный, как станция уже все. И там злые языки с той стороны все рисуют какие-то страшные стрелки в направлении Сватова. И в принципе, в принципе, не надо быть особо военным человеком, чтобы догадаться, чего там вырисовывается и куда оно все идет. А вырисовывается там... Сватова. Неприятные, да, неприятные моменты для российской армии и для российской политики нынешней. Потому что два месяца назад доложили, что Луганская область навсегда освобождена на 100%, а тут так треть Луганской области, как коровый языком. Хлоп, и все. Это я, собственно, ровно к тому подвожу, что Роман сказал, что с точки зрения военной Путин был прав, бросая туда мобилизационное мясо, потому что у него просто никаких других ресурсов не осталось. Другое дело, что и мясо-то не очень помогло. Ну как прав? Это очень удивительная правота. Это все равно, что звучит так. Как бы, ну, есть костер. Путин же был прав, когда бросал туда доллары, чтобы топить им спортзал, оставшийся без отопления. Конечно, он прав. Он же сделал тепло аж на целых 15 минут. Потому что больше ничего не осталось. Да, потому что больше ничего не осталось. В этом смысле, конечно, он прав. Быть леса? Да. Дело в том, что мне в голову пришла ровно та же самая аналогия. Это называется Great Minds Think Alive. Что, да, он топит костер долларами. Но, собственно, вот на этом фоне практически лимана, который вот-вот держится на одной ниточке и остается в тылу, и если они не убегут, то все. Будет завтра, как я понимаю, происходить великая церемония принятия отколовшихся республик в лону великого Путина. И там он колебался. Вы помните, еще сегодня утром были источники, что они хотят их отложить, потому что что-то так там неудобно получится, если не успеют попользоваться, и сразу придется возвращать обратно. Но уже депутатам рассылают повестки, прям как в военкомат, на 15 часов в Кремль. И, соответственно, это завтра Путин будет объявлять. А что будет дальше? Так что будут дальше примут, прости господи, в кавычках, в состав Российской Федерации. Объявят, что отныне мы защищаем это как нашу территорию. Введут какой-нибудь режим контртеррористической операции против Украины и государства-террориста, которые, конечно же, атакуют несчастную Россию. Вместе с западными союзники объявят всех, кто помогает оружием Украине и финансово спонсорами терроризма. То есть перевернуть ситуацию. Они же сами ничего выдумать не могут. Они как бы косплеют старше. Вот, что там еще? И начнут защищать массами мобилизованных. И каждый день будут по 15 раз вспоминать страшное ядерное оружие. Ну, вот как-то так. Они теперь будут иметь возможность вспоминать ядерное оружие именно согласно российской оборонительной доктрине, потому что в случае экзистенциальной угрозы территории Российской Федерации, каковой теперь является территория Лимана и Сватова, будет являться территорией Лимана и Сватова, можно применять ядерное оружие. Вот обсуждают всю неделю, применит он его или не применит. Если можно, я прямо вот даже заострю обсуждение. Представим себе, что он его применит, потому что у него нет никаких других вариантов. Его армия рассыпается, как ржавая труха. Что дальше будет происходить? Ну, тут как бы, думаю, будет примерно так. Ему выдвигают политический ультиматум о немедленном, да, что-то вроде военного ответа в ответ на попытку применить второй раз ядерное оружие. Значит, политически ставят вопрос о немедленном исключении Российской Федерации не только из Совета Безопасности, но и он. Причем делает это коалиция в составе Соединенных Штатов, Индия, Китай, и примкнувшие к ним союзники. Китай и Индия могут быть негласными, но я уверен, что будут участвовать. Потому что это глубоко в их интересах. В случае непослушания или промедления, или еще что-то, нанесут удар Соединенные Штаты кондициональным оружием, но серьезный удар, обезоруживающий и показывающий перспективу. Значит, возможно, будут введены войска НАТО на территорию Украины с целью непосредственного участия в боевых действиях. Не гарантирую безопасности Калининградской области и Беларуси. Особенно российских войск в Беларуси, сколько уже есть в данном конкретном случае. Слово, мы выходим в зону, мягко говоря, предположений, которые трудно уже строить, пытаясь быть хоть сколько-нибудь реалистом. Потому что ядерное оружие – это слом всех печати без исключения. И дальше уже привычное планирование не работает. И привычное прогнозирование, я бы сказал. Но я уверен в военном ответе Соединенных Штатов и НАТО в случае применения ядерного оружия. В какой форме, в каком варианте, сложно пока сказать. Но думаю, что мало не покажется. Цель и задача… Миша, ему нельзя верить, он же никогда не говорит правду. Я поняла, что, конечно, правду нам не скажут, но, судя по всему, у Соединенных Штатов есть довольно чуткий военный план ответа. Да, абсолютно чутко. Они очень точно знают, что будут делать. Более того, они предупредили и показали. Негласно. Ну, все, вперед, войнуха, ура. Ну, значит, что они показали? Показали, что с вами будет Кремлю. Они же, когда передавали то предупреждение, о котором говорит Салева, говорил, и говорили там все прочие официальные лица. Значит, Асхуджеса, который сказал неофициально, они дали понять, что будет очень больно. Хорошо. Это очень приятно, что… Потому что чем конкретнее Путину объяснят, что с ним будет, тем меньше шансов, что он применит это ядерное оружие. А если ядерное оружие не применит, допустим, то что он будет делать, учитывая, что действительно армия, которую он сейчас посылает, под Сватово, а, ну, собственно, что будет с армией, которая под Сватово и далее везде? Да, любой армия везде, в любом месте, которое она будет, будет горюшка и печаль. Потому что кадровый состав мы выбили практически на 80%, 70-80%. Значит, там есть какой-то минимальный костяк. Но основную массу будет составлять мобилизованные, которые вообще ничего не умеют. Это как у Высоцкого, ну, как школьнику драться с отборной шпаной. Только здесь даже не отборная шпана. Избиение российских мобилизованных будет больше похоже на выпуск скромного скрипача-десятиклассника против Тайсона. Примерно вот так. Их убьют быстро, мгновенно, и они даже не успеют ничего сделать. Потому что они вообще не знают, что делать. Вообще. Прописью. Совсем не знают. Вот это люди, которые посылают сюда. А часть уже здесь, кстати, одного мы уже в плен взяли даже. Это люди, которые там пять дней спустя после призыва уже здесь. Без военной подготовки, без инструктажа, без ничего. Форма, оружие, вперед. Он не знает, что делать вообще. Он окопа трыть не умеет, да не успеет, скорее всего. Что делать, когда обстрел начался, не знает. Что делать, когда вражеский беспилотник повиснет, не знает. Как ночью спать в окопе, не знает. Как питаться, не знает. Ничего не знает. Вообще. Как вести себя. Как не наступить на мину, не знает. Куда стрелять, не знает. Как это, какой прицел поставить, не знает. Как оружие применять групповую пехоту, не знает. То есть оружие сложнее, чуть сложнее автомата. Ну, все. такие не живут можно немножко пофилософствовать вопрос следующий он довольно философский вот мне кажется что путин сейчас устроил так что в армию будут мобилизовываться одни идиоты потому что он не закрыл границы и давно можно всем умному ехать соответственно возникает вопрос но идиоты же не могут пользоваться современным оружием то есть он реально выставляет против армии двадцать первого века грубо говоря армию бронзового века ну не бронзового но так это бронзового ну какого то века я даже не знаю какого века он выставляет потому что они ни на какую армию не годятся это не армия то толпы людей в форме это не армии для того чтобы они стали похожими на армию с нами нужно непрерывно 2 лучше 3 месяца заниматься на полигонах непрерывно настоящая боевая подготовка не жалея патронов топлива боеприпасов там с хорошими командирами которых неизвестно где взять и тогда они бы относительно похожи на были на рядовых подготовленных и даже тогда бы они не тянули против армии с боевым опыт а уж сейчас мне по-человечески их очень жалко марк сказал что ему не жалко вот мне жалко это огромная человеческая трагедия как десятки тысяч ли останутся в украине навсегда понимаете просто люди не понимают что такое война современно вот мы просто будем выбирать батальон мобилизованных но на нужном нам направлении и на недельку сосредотачивать на нем огневую мощь я думаю недельки не понадобится три дня они либо побегут либо представляет командирова перейдут на нашу сторону они просто не выдержат огня не выдержит что они не знаю что с этим делать они даже перспективы нет понимания того что это когда-нибудь прекратится что от командиры тоже отвечают что можно сманеврировать можно окопаться есть приемы способы которые позволяют снизить потери от огня в том числе психологическую устойчивость создать они не знают этого это не профессионалы и вообще никакие ну ну как я не знаю давайте медицинском смысле стране может быть люди будет понятно ну кто лучше сделать операцию хирург а которого там 8 лет опыта или человек который впервые дали скальпель жизни делай полосную операцию ну вот примерно то же самое военное дело ничуть не проще медицины особенно для командиров и или на оперативном уровне поэтому это судьба и крайне печально путин надеется тупо задавить числом причем российские спикеры особо не скрывают то что но они типа 150 50 первых тысяч списали зато пишут они вся эти блогеры тому прочее зато мы дадим подготовиться другим 150 еще 150 после них вот вот как-то то но честно говоря юля честно говоря у меня очень сильное впечатление что 60 на 40 а то и 70 на 30 вся эта мобилизация вся эта референдумы надо относительно великое мудрое правило некой юлии латынины которая сказала что в любые непонятки надо объяснять внутренней российской работой с внутренней российской аудитории но лишь ты смотрите что они сделаны им кровь из носу нужно нужны мобилизированные но они не закрывают границ они дают выехать как вы сказали людям значит это все изъятие против основ потенциал вместе с подрывами нефтепровод газопровода верный на мне это очень похоже что чекисты решили сохранить свой режим путем превращения страны в северную корею то есть полная тотальная изоляция включая изоляции вообще всех контактов включая экономические с внешним миром и мужики которые будут пытаться дергаться либо выбежали кто самый умный и активный либо в строю на войне либо там по лагерям где-то данном в лесах полях далеко от населенных пунктов и крупных населенных пунктов где мы социальная база протеста есть и все остальное то есть еще под тяжелыми сроками за нарушение правил закона прохождения воинской службы сейчас ну то есть он забрал забирает тех кто привыкли вытесняет и забирает тех кто может противставать последние протестующие противопротещение страны в чей в чекистский концлагерь в стиле северной кореи вы вот примерно туда логика идет чтобы толпа не роптала и заткнут глаза глотку присоединением новых земель большим успехом а кроме того как бы их же задача мобилизировать наших с оккупированных территорий а вот с этими очень мало кто об этом говорит а я как раз вспоминала о том что происходило в донецке и луганске вот это подчистую вы метали так первая действительно вещь которую путин должен сделать это и в херсоне и в запорожье но в тех частях которые он контролирует то есть просто мести и тоже швырять на фронт чтобы они там да конечно в первую очередь но вот крым вы метают смотрите делать либо петлять приобретаться маневрировать всеми возможным способом либо если уже оказались на фронте на нашу сторону поверьте хотя это очень сложно мы найдем способ приема и способы изъятия их с той стороны особенно особенно если это будут цельные подразделения они будут потому что мобилизация происходит так быстро и бестолково и в таком количестве нуждаются люди что не удастся распорошить там да и например разбросать крымчан по разным подразделениям они так и будут прижать целыми 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 призывными командами с одного и того же места принципе земляки знакомы между собой с ними легко будет работать в этом смысле ну да я чувствую что будет несколько меняться отношение украинского правительства к людям на фронте и им будут давать по возможности больше возможности сдаваться в плен или мы даем им такую возможность но надо понять что как бы это война они просто так в плен не смогут сдаться им придется сдаться в плен только расстреляя своих командиров и соседей вот тогда тогда с пленом получится по одной простой причине мы не мы не будем им верить пока они не откроют огонь по словно говоря в кавычках свои принимать целый батальон вражеский на свою сторону чревато а вдруг это имитация прорыва под видом сдачи в плен сначала постреляйте по вашим потом потом примем мы все очень просто с кровью докажите что вы решили готовы а принимаете там целые подразделения в несколько сотен человек дай до масса на нашу это очень очень опасная вещь только после того как вы подписались кровью тогда да тогда можем говорить вот так скреплю ну да в троицарстве логу анджуна хорошо описанная проблема которые возникают при переходе целых подразделений на сторону это большая проблема потому что там уже не могут перейти обратно и верить и просто это к сожалению война это как раз к сожалению очень жесткие правила которые невольно автоматически вытекают из сложившейся ситуации потому что ну 1 10 человек 20 можно принять без без того чтобы это целое подразделение только на условиях того что они постреляли по своим тогда мы понимаем что люди отрезали себе путь назад все можно принимать но будет проще пока не буду мы сдаваться или нет да мы будем их просто вы поймите харьковская операция не последнюю очередь удалось потому что мы знали где стоят мобилизованные со слабой боя готовность но только эти мобилизованные они уже провели на фронте там два месяца три они более-менее обстреляны повоевали и тогда эти вообще там пятидневки поэтому просто выбираются точки где стоят мобилизованы надавили они снесли они побежали опять очередная дыра до таких харьковских операций еще знаете сколько можно провести не будут сдаваться уходить целыми подразделениями бунтовать просто потому что эти люди ничего не знают ничем не обеспечены вы видели этот инструктаж по медицине . да и но это просто но это просто избиение младенцев люди себе не представляют что то столько что такое столкновение частей которые имеют боевого опыт и не имеют боевого опыта это просто котлета на съедение вот те кто не имеет был опыта просто вопроса покрутили разрезали съели как бы все ничего не это даже кадровая которые потом там подготовлены там на это надо уж мобики это так что неделю назад вы говорили что украинской армии придется потрудиться и что на самом деле мобилизации это не хи хи ха ха потому что миллион человек это миллион человек и как говорил сталина это я уже от себя говорю кстати этапа графическая цитата на тем не менее я считаю великолепное количество самого по себе является качестве качестве вы несколько изменили точку зрения дело в том что это действительно проблема придется несколько раз поменять стволы и пулеметов по моему это все что нам грызи вы стали еще большим оптимистом чем по сравнению с я кстати с вашим вот этим оптимистичным прогнозом гораздо больше согласно чем с более осторожным неделю назад потому что я просто помню но не помню знаю июнь сорок первого года когда именно потому что армии было очень много она очень быстро бежала а вы упомянули одно очень интересное событие это взрыв северном море там говорят видели на фото жаре плывущего прочь путина стоп в северном или нет но в общем там где северный поток срыв северного потока 1 и северного потока даже 2 а вот это как стали раном когда он номер все спрашивали зачем ему это понадобилось уже никто не сомневается что это сделал путин но никто до сих пор не может член раздельно объяснить а нафига вы можете ну не эти версии версия двойная заключается в первое в изоляции о котором уже говорили не доставайся же ты никому отсекаем все контакты в пользу этой версии говорят если не за говорит скажет вернее если они взорвут украинскую газотранспортную систему это это вопрос изоляции попытки там перепугать европу заморозить там украину и так далее либо либо это просто попытка не заплатить неустойку за форс-мажор то есть они не собираются поставлять газ это же огромные невыплаты как бы да поэтому они бы и газ не продали и выплаты бы сделали потому что они сорвали контрактные обязательства безумные деньги а так они скажут война форс-мажор неизвестно кто подорвал мы тут ни при чем мы бы поставили но не можешь таким образом вы экономический изыск получить но и показать западу что они готовы к атакам критических объектов инфраструктуры уже на западе то есть такая себе расширение эскалации войны но честно говоря это все попытки рационализации я думаю не просто сошли с ума уже окончательно потому что которого особо никогда не было и начали принимать решение не думая что будет дальше даже на два три шага то есть совсем короткие мысли как у баратино потому что если бы они думали они бы взорвали их где-нибудь на на сухопутном участке это же десятки миллиардов долларов зарытые морское дно и взорвали их также восстановить уже не удастся скорее всего и они тем не менее на это пошли то есть огромные экономические потери для самой российской федерации который вкладывал строила это но может они этот самый ну вот 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 они уже это вот понимаете это воронка катастроф то где они находятся эта воронка катастроф в в своем деле навигационном деле есть на психологии катастроф изучает есть такой прием или как это теории решения навигационных задач есть такое понятие «воронка катастрофы», она из 7 позиций состоит. Грубо говоря, ты летишь на самолете, рулишь и у тебя зажглась лампочка, либо какой-то отказ системы, например. Ты можешь принять решение, у тебя еще относительно есть время и так далее, можешь какое-то принять навигационное решение, которое выведет тебя из «воронки катастроф», либо поведет по пологой, прямой, когда можно выходить. Ситуация аварийная, но можно выходить. Если ты неверно принял решение, ты попадаешь во вторую стадию. Там у тебя считанные секунды, тебе нужно принять решение очень быстро, уже выводя из двойной ошибки. И, кроме того, само сознание двойной ошибки тебя сильно пугает и накладывает, что ты не справился с ситуацией, уже накладывает тремор на мысли, чувства и действия. Но если ты вытащил, то дальше, да, там аварийное пилотирование, но, тем не менее, куда-то там еще. Если ты делаешь третью ошибку, вернее, вторую ошибку, ты попадаешь в третью стадию «воронки», и дальше у тебя не считанные секунды, а доли секунд уже, полная психологическая просадка, потому что ты двойную ошибку совершил, и только чудо тебя может спасти и вывести и так далее. Но такое иногда случается. Четвертая, пятая, шестая, седьмая – это уже сама катастрофа, тут уже ничего не сделаешь. Оно очень быстро наступает по принципу сужения и так далее. Российская Федерация в четвертой стадии. Не существует ходов у Путина, которые вывели бы его из этой ситуации. Точнее, один существует, вот запомните этот твит, но я его скажу после войны, после того, как все будет закончено. Только один ход у него есть, разумный, который подействовал. То есть, вы не скажете? Ну, скажу после войны. Я же вам подсказывать буду. Так вот, они в четвертой стадии воронки катастроф. ЦУЦВАНГ. Все, что они делают, они это только ухудшают позицию. И вы понимаете, Юлия, я старательно пытаюсь придумать какую максимальную глупость, которую можно сделать в этой ситуации. Это с марта месяца. И они все время меня, что, удивляют. Там, где я придумал самую крайнюю глупость, мне уже воображения не хватает, это пределы моего воображения, они придумывают, эту глупость усиливают там в Кубе, даже не в три раза, в Куб возводят степень. Ну, например, послать Росгвардию из Чечни подавлять протесты в Дагестане. Вот сколько ума надо было иметь, скажите, пожалуйста. Это в страшном сне не могло прийти подобной глупости решения. Затихли. Затихли, потому что им пообещали, что у них будет призыва. Поэтому и затихли. Как бы, да, это хороший урок для всех остальных регионов, но это же глупость просто несусветная сама по себе. Так вот, само объявление мобилизации было грандиознейшей глупостью. Закономерность очень простая, звучит она примерно так. Эта война прикончила Путина как политическую фигуру, мобилизация прикончит режим путинский, а ядерное оружие прикончит Российскую Федерацию как таково. И вот они семимильными шагами идут к этому. Семимильными. Они уже ничего с этим не могут сделать. Третий день мобилизации, на третий день было понятно, что система пошла абсолютно в разнос, как стиральная машинка, в которую кинули два кирпича на режиме отжима. То есть она разносит ее изнутри. Самосожжение, убийство военкома, подрыв гранаты в Дагестане, массовые беспорядки, там-сям-пям, ну это ж как бы, мягко говоря, перегибы, призывы Соловьевой одновременно с Каскобеевым расстреливать военкомов. Может быть, Зизинин так честно их и послушал и сделал просто. Ему сказали расстрелять военкома, он на главном телешоу строил, но он пошел и застрелил. Но суть не в этом. Суть в том, что, понимаете, что такое специальная военная операция, прости господи. Эта задача достаточно сложная для управленческого ресурсного аппарата. Они ее провалили, они не справились. И что, какое решение они нашли? Они решили еще более усложнить задачу путем проведения всеобщей, считайте, полной мобилизации сейчас уже, потому что хватает всех, мы не справились с задачами для первого класса. И решили в качестве средства победы решить задачу за одиннадцатый. По дригонометрии какой-нибудь. И, ну, обычно, когда у тебя не получилось со сложной задачей, ты начинаешь себя упрощать, сокращаться немножко, ставя реальные цели и задачи. Они решили усложнить. Ну, это гениальные люди, конечно. И я уже ничему не удивляюсь, честно говоря. Вернее, я всякий раз удивляюсь, но я в позиции… вот я стараюсь не удивляться, но они все равно умудряются удивить. Всякий-всякий раз. Смотрите, вся тайна в том, что за десять дней до объявления референдума и мобилизации никто ничего не предвещал. Референдум переносился на День единения, это там чего? 4 ноября и позже. Там мобилизация вообще отрицалась прямо всеми возможными способами, включая самого Путина. И вдруг, откуда ни возьмись, они объявляют все эти вещи. Это же быстро принятое решение. Решение, принятое под давлением каких-то очень серьезных обстоятельств. И здесь это означает, что… А каких? Да, форс-мажор какой-то невероятной величины просто вас последовало, форс-мажорами такого масштаба, что они полностью переменили стратегию и запустили, и спрыгнули со второй позиции воронке катастрофы в четвертую сразу. Значит, я вижу два варианта. Первое – их очень жестко отхлестали в ШОС, китайцы с индусами. И второй момент… Ну, а его? Его, да. Его и его клику. Второй момент – это то, что его попытались отстранить в Российской Федерации. И он ничего не лучшее не решил, как объявить мобилизацию, перевести в режим вручного управления, да, и под давлением обстоятельств военного времени, ну а что типа мобилизация, значит война. Там почистить пораженцев, отщепенцев и желающих смерти лично Владимиру Владимировичу. Но мы это увидим. Если второй вариант, то будет «Ночь длинных ножей» в какое-то короткое время, сейчас разумное, в Российской Федерации. Массовые аресты политической элиты и так далее, и так далее. По поводу Самарканда, ну да, китайская опасность. Если си снимут, как говорят, что слухи ходят вовсю, что ему не удастся пройти на третий срок, что в середине октября его устроят. 15-го числа. Это единственный человек, который хоть какие-то гарантии Путину давал. А новым гораздо проще договориться с американцем. Индусы вообще вроде как говорят по слухам, я не знаю, но, опять же, на нем поставили крест, потому что они просто ужаснулись, с кем они имели дело. Посмотрели вот так вживую и сказали, нет, с этим мы не работаем. Даже демократическая страна. Да. Ну понятно, что за два дня они не сократят закупки нефти, газа и оружия, но тем не менее они приняли решение с этим заканчивать. Ну и кроме того, угрозы ядерным оружием, на которые не может не реагировать другие ядерные державы, потому что это их прямая ответственность согласно международному законодательству, которое воспринимается абсолютно всерьез, потому что это не Филькина грамота. А это основа существующего миропорядка. Стержневые соглашения, которые выставили современными на порядок, которые никто не хочет пока менять, потому что никто не знает, что дальше. И не хочет рисковать. То, я думаю, ультиматум будет совместный после удара ядерного. Или перед ядерным ударом. Ему дали, возможно, понять Индия с Китаем, как мне кажется, что родной. Мы встанем на сторону американцев. Или, скажем так, на сторону ООН, потребовав твоего ядерного разоружения. Поэтому ему понадобилось 2 миллиона человек, чтобы 400 оставить на китайской границе, как минимум, ее подозревали. Или что-то около того. В общем, события понесли вскач. И они делают дурость за дуростью. Все хуже и хуже. Ну, ему конец. Конец его режиму. Вопрос оформления этого конца и дальнейшее. Ну, вот чекисты, видимо, решили там, или вся эта правящая условно-чекистская элита решила, что даже ценой превращения в Северную Корею, но режим сохранить, а значит жизнь сохранить. Потому что в России потеря власти – это потеря собственности, потеря жизни не гарантированно. Ну, как-то так. То есть вы считаете, так же, кстати, как и Недзин, который у нас тут во вторник был, что к власти придет фунта, Путина она или сожрет и превратит в марионетку, а страна превратится в Северную Корею? Ну, по крайней мере, очень похоже, что выбрали такой сценарий. То есть они сбрасывают через открытые границы населения и принуждая мобилизации более-менее активное и умное население, а вот такие, которые любят ходить строем по команде вождей, да, они остаются. Тем, что они соглашаются на мобилизацию, они доказывают, что они такие, и они не очень опасны. Хорошо. А что в таком раскладе будет с войной в Украине? Ну, такой сценарий означает тотальную оборону. Они будут становиться в оборону. Потому что наступать для изолированной страны нет никакого смысла. Наступление – это всегда вскрытие изоляции. Ты поглощаешь новое население, которое неизвестно, как себя поведет. Грубо говоря, наступление – это открытие ворот в мир. Если ты хочешь изолироваться, тебе не нужно открывать. Тебе нужно грозить, топать ногами, угрожать ядерным оружием, обороняться по линии, как делает Северная Корея. Но точно не наступать. Потому что наступление противоположной изоляции. Но мы увидим в ближайшее время. Развязка будет в течение, прости господи, двух-трех недель. Я думаю, понятно уже. – То есть, вы не считаете, что этот режим живет до зимы, что он будет оборонять зимой Крым, что он будет зимой думать? – Понимаете, очень сложно, есть количество переменных, которые невозможно предсказать. – Есть два-три тысячи. – Да, есть два-три тысячи. Есть, простите, такие показатели, вопросы, на которые нет ответа. – Ну, например, как пойдет дальнейшая мобилизация в России? – Что с потенциалом социального протеста? – Как он пойдет? – Никто не знает. – Ни мы не знаем, ни российская верхушка, вообще никто в мире не знает, как он реально пойдет. – Что с реальной готовностью применить ядерное оружие и реакции мира? – В каком масштабе и объеме? – Можем только предполагать. – Что там с реальной боеспособностью вот этих мобилизованных войск и с нашей реальной боеспособностью в их отношении, например? – Я, конечно, какие-то мы там перспективы показываем и линии, но до конца ответа на эти вопросы нет, поэтому мы не можем заниматься сколько-нибудь уверенным прогнозированием. На данном этапе, когда после принятия решения мобилизации стахастическое дерево вероятности увеличилось, очень сильно расширилось. Было 4 линии, стало 12 возможных линий. Неизвестно, по какой пойдет, но то, что одна из них – это превращение в Северную Корею, я уверен, очень сильно похоже на то, как проводится мобилизация. Если бы это было жесткое решение на победу в войне, тогда бы закрыли границы для всех, и всех бы погнали в армию. А вот открытая граница одновременно с мобилизацией означает только одно, что минимум 60% этих целей, они имеют четко выраженную внутреннюю повестку, и эта повестка в приоритете по отношению к воен. Ну, смотрите, опять же, они могут решить одно, потом убедиться в реальной, простите господи, боеспособности, мобилизованных на линии фронта, и там немедленно через две недели решения, вернее, две недели первых наступательных боев или оборонных понять, что дело швах, и надо как бы менять стратегию, потому что наступить никуда не удастся, да и обороняться уже качественно не очень удается. Юлия Латынина, Алексей Арестович, несмотря на раннее время нас смотрит 33 тысячи человек. Я прошу вас не забывать подписываться на наш канал, я прошу вас не забывать подписываться на канал Арестовича. Собственно, вот мы сейчас, вы сейчас анализировали логику истории и логику будущей хунты. А вот что в этой ситуации вы можете сказать о психологии Путина, вот просто вот реально вопрос к вам по вашей еще одной, к вашей ипостаси психолога. Потому что, смотрите, вот тот же самый взорванный газопровод. У меня такое ощущение, и не только у меня, вот из того, что я слышала от людей, оставшихся в России, что Путин реально думает, что он оставит Европу без газа и поставит ее на колени. И это значит, что человек полностью живет в альтернативной реальности. Путин готов жечь людей, как бумажки на костре, чтобы отопить спортивный зал. И это тоже что-то о нем говорит. Вот в каком состоянии сейчас находится Путин? Да, тут смотрите, во-первых, тайна политики заключается в очень простой вещи, большой политики. Я за два года убедился полностью в этом. Да еще с хорошим международным участием. То есть, я вижу, как решения принимают не только наши, например, но и все иностранцы, все лидеры. Ну, два года в переговорной группе в нормандском формате, в ТКГ и так далее. И прочее, прочее. Так вот, я вам могу сказать, что все упирается в пределы мировоззрения человека. Все, что может политический лидер, чего он не может, это пределы мировоззрения. Все зависит от мировоззрения. А если мировоззрение ограничено, то и пространство решений, и представление тоже ограничено. Ограничено. Люди упираются в пределы своей компетенции, в свой пузырь и не могут его преодолеть. Значит, в его пузыре Европа – это слабаки. Украина выигрывает до сих пор только потому, что есть часть националистических фанатиков, и есть подлый Запад, который хочет разрушить Россию. Путин же до сих пор не поверил, что Майдан – это самоорганизованная ситуация, два Майдана. Он думает, что это Запад, который инспирировал, там, значит, и так далее. На колотый апельсин и прочее. Он всерьез так верит. Поэтому в его глазах, значит, нужно, если фанатикам не удается… вернее, фанатикам надо поломать массой. В общем, количество – это качество. Как бы, да. А Европу нужно заморозить и напугать. Вот. И вот это сочетание, как бы, тяжелая зима в Украине и тяжелая зима в России, она поломает, потому что демократия – это слабость, и люди, замерзающие в квартирах, и гибнущие на фронте, повлияют на свои правительства, чтобы пошли на соглашение. Вообще вся эта история мне похожа на грандиозную стратегического масштаба спецоперацию, информационно-пропагандисту с элементами отработки реальных позиций типа мобилизации для того, чтобы принудить нас и Запад к переговорам. Все идет по восходящей. Сначала зерновым соглашением пытались принудить, потом пытались принудить шантажом через Запорожскую КС, теперь пытаются принудить мобилизации разговорами о ядерном оружии. А мы на это не идем. Ну, типа замерзнуть все, газ обрубаем и так далее. А мы на это не идем, ни мы не боимся, ни Европа. Европа под крышку заполнила газовое хранилище, и плевать, даже если зима будет минус 30, она спокойно ее проходит. Как бы мы ее проходим относительно спокойно, потому что, во-первых, мы заполнили уже, во-вторых, в стране 16 атомной станции, ну куда? Так или иначе электричество будет, мы же понимаем. Электричество будет в том или ином варианте тепло. Можно вышибать целые области на некоторое время, можно причинять неприятности типа Харьковской. Ну, через 6 часов уже был свет. Во-вторых, там усиленно погнали ПВО. В-третьих, там разные меры физической защиты и прочее, перераспределение. Это все с этим… Мы знаем, что с этим делать. Энергетики наши, даже скептики по отношению к власти, критикующие власти, энергетики говорят, что мы справимся с зимой. Ну, а он верит, что мы замерзнем. А армию задавят… Даже Химарс, они справятся там со 100, 200, 300 тысяч прибывших солдат, сюда мобилизованных в шапках-ушанках. И если на всех найдутся… Ну, вот он верит, он действительно так считает. Пропаганда же страшная вещь. Вот я много лет рядом с пропагандой, скажем так, могу сказать, что ей могут заниматься только очень сильные, волевые и четко понимающие, что они делают люди. Как всегда говорили британцы, разведка настолько грязное делает, что заниматься могут ей только настоящие джентльмены. Потому что по принципу обратной связи она просто нафиг разрушает тебя самого. Просто более страшное оружие, чем пропаганда по отношению к тому, кто ее применяет. Ядерно отдыхает. Почему? Вот ты вылазишь 22 февраля, или когда он там выступал с речью об основывающей вторжении в Украину, и говоришь, что он ничего не говорил про политику, практически ничего не говорил про экономику, он говорил про историю. И вот ты говоришь, значит, мы, Киев, мать городов русских, несправедливо, мы разделенный народ, значит, и там австрийский генштаб и прочее, прочее. После этого ты просто обязан захватывать Киев. Правильно? Ты это объявил. Ты в это веришь. Если ты захватываешь Киев, ты делаешь военную глупость ужасающего масштаба, которая тебя и прикончит. Значит, если бы они напали только на Востоке, срезав нас с Крыма на Харьков, грубо говоря, по двум сходящимся направлениям, они имели 90% шансов на успех. 90%. Было бы окружены наши самые боеспособные части, они бы погибли либо сдались, они отсекли бы Восток, Запад бы не дал никакое оружие в предшествующих масштабах, потому что, ну, по сути, это же как бы нашел. Это та же операция на Востоке, которую давно мысленно списали все. И ввел какие-то минимальные санкции. Все. Конец Украине. Тяжелейший внутриполитический кризис, потому что патриоты разносят банковую из-за того, что потеряли Восток. Все. Они получили бы все, что хотели, только наблюдишься с голубой каемочкой. С минимальными потерями, с полным триумфом Путина, русского оружия и так далее. Но не сделал же. Ты же сам наляпал про Киев языком, про мать городов русских. Пришлось брать Киев. Минимум четверть группировки вторжения кинуть на Киев. Вот тебе, пожалуйста, результат. Бесславное отступление из-под Киева, из-под матерей городов русских. И этих войск не хватило в нужный момент на Востоке. И на Юге. Значит, что там еще? Потом ты сказал, что у тебя задача взять ДНР, ЛНР, вывезти на границу Луганской и Донецкой области. Прости, Господи. И ты начинаешь таранить. Худшее, что может делать, ты начинаешь сжечь пехоту в городских боях, которой и так не хватает. Потому, что главное достояние любой войны, и это в том числе, это мотивированная, квалифицированная пехота. Химарс – это все приходящий. Пехотинец. Но она вся умирает. Вот даже сейчас они ведут последнее наступление. Даже не наступление, а наступательное действие в районе Бахмата. И там это все вытормаживается. Мы уже две контратаки провели, отбросили их и там. Потому, что они просто убили свою пехоту. Вагнеры, Фигагнеры, ДНР-овские части, ЛНР-овские части, которые мотивированные, там что-то умеют. Восемь лет воевали. И так далее. Все. Последние резервы. Теперь, потом, тебя поставили за еще одну глупость. Ты пропагандистски сказал, что будешь проводить референдум в Херсонской области. Херсон – это единственный областной центр, который они захватили. Значит, ты оставляешь войска на правом берегу Херсона. Им там нечего делать своей точки зрения. Это абсолютно бессмысленная ловушка. Вот сейчас там отрезаны последние российские кадровые части, которые на что-то способны. Вы понимаете, что там последние десантники России. Все. Больше их нет. Они все уничтожены. Псковская дивизия дважды обновила свой состав. 45-я бригада полтора раза обновила состав, не меньше. Главное – уныние сейчас в России и в городках, где военные части. Потому, что они знают, что реально происходит. Что если там дважды легли кадры, кадровые потом резервисты, то куда-то мобиком. Но вот мы сейчас убьем всех, кто на правом берегу. Я вот говорю прямым текстом. Оттуда никто не выйдет живой. Ну, кто вплавь переплывет, Октябрьский Днепр, тогда возможно да. Потому, что мы добиваем их огневым, просто сносим их и марсовыми артиллерии. Там все под нашим контролем. Еще какое-то время, и они просто проломятся, потому, что они не выдержат такого огневого воздействия. И мы их всех убьем там просто. Никакого нахрен плена. Всех просто уничтожим группировку физически. И тогда возникает вопрос, что дальше. Как бы ляжет последних 25-30 БТГ, которые еще что-то могли. Ну, не последние, а предпоследние. Еще 20 у него будет кадровых, и на этом все. Но они уже ничего не решают на фронте в 1400 километров. Почему? Потому, что ты стал заложником своей долбанной пропаганды, что Херсона надо удержать и провести референд. И вот эта бесконечная ловушка, в которую он попадает, пропаганда – страшнющая вещь. Она тебе невольно начинает формировать картины мира. Сначала ты прекрасно понимаешь, что картина мира твоя реальна вот так, а брешешь ты вот это. А потом, поскольку ты брешешь, ты вынужден… ложь, она должна быть самая страшная в лжи, что она должна быть последовательной. Ты начинаешь упорно создавать атлертативную реальность, и в конце концов в какой-то момент ты перестаешь понимать, где реальность, а где правда, потому что ты реальность уже не защищаешь, ты тщательно ее скрываешь. Своё реальное мировоззрение, ценности и так далее. А все время пихаешь как бы придуманное. Через полгода сокрытия настоящего и пихания придуманного, ты уже начинаешь верить в придуманное невольное. Потому что то, что ты защищаешь, то ты веришь. Тебе невольно начинает казаться, что так оно и есть. И потом туда тратятся огромные усилия, деньги, кадры и все остальное. И в какой-то момент это и становится реальной реальностью. Вот он реально верит, что мы замерзнем, мы сдадимся и проиграем на поле боя, а Европа замерзнет и дернет нас за руки, чтобы мы сдавались. Это же было видно по его безумной речи. В этой речи было ничего не соответствовало реальности, вот когда он мобилизацию объявлял. Она насквозь придуманная вся. И главная задача властей, знаете, что я понял за два года в главном доме страны с точки зрения власти? Главная задача властей – привести свой народ к реальности. Народ не хочет реальности. Власти обязаны реальности. Власти обязаны народу и реальности их встречей. А Путин делает все наоборот. Он уводит максимально далеко и власть, и народ от реальности, создавая смертельный треугольник. Британские журналисты, вообще английские, ну, вернее, я со всеми, даже с теми, на английском общаюсь, так вот они начали уже где-то после три дня, где-то четыре, начали использовать в своих оборотах, common phrases, то, что называется, оборот – dead-dead-end по отношению к путинской политике. Ну, тупик по-английски – dead-end. Но звучит оно в этом случае очень конкретно. И они сожрали себе мозги пропаганды. Она – это страшная вещь. И может заниматься только исключительно психологически устойчивые люди. Если уж заниматься. Посмотрим, насколько безумной будет речь Путина на следующей неделе. Но тогда я в заключении хочу… Так, вроде же завтра, не на следующей, нет? На самре. Завтра. Завтра вот он будет говорить, если опять не перенесет. А то он же ведь еще иногда все эти безумные вещи еще и так не уверенно говорит, что переносит их на следующий день. Так вот, правильно ли я понимаю, что… Ну, вот фактически, как маньяк иногда хочет, чтобы его нашли и подкидывает улики, так сейчас Путин, вне зависимости от того, как он рационализирует свои действия, на самом деле уже в душе проиграл эту войну, стремится к изоляции России, рационализирует это, условно говоря, как то, что вот мы будем обороняться на наших границах от НАТО, и не важно, что мы потеряли Крым. И если я правильно понимаю, если все действия Путина следует рассматривать уже не как войну против Украины, а как войну против того, что может ему сопротивляться в России, то тогда вообще зачем хунта? Там Путин сам может со всем этим справиться. Ну, вот поэтому пока надо смотреть, каким сценарием пойдет. Если эта версия верна, если она пойдет туда, то Путин благополучно будет без всякой хунты править. Но тогда она должна быть ночь длинных ложей. Он должен зачистить последних, ну, там, какие-то особо активных либералов, особо активно сомневающихся среди силовиков. Так что своя вооруженная ночь у участия российской элиты впереди в этом случае. Посмотрим. Ну, по речи будет понятно уже. И более того, те, кто слишком активно высунулся и, например, как Пригожин стал говорить, так я тут вообще… Да, да, да. Вот это тоже правило для юных политиков. Кто в политику собирается или хочет ее понять, поймите, политики одинаково уничтожают и слишком злых оппонентов, и слишком преданных союзников. Их одинаково пропалывает всегда метла. Слишком преданные тоже опасны. И их тоже уничтожают. Надо быть умеренно свободным всегда в политике, в любом месте. Оставлять место, пространство для маневра. Так вот, такие, как Пригожин, да, пропалят. Ну, это же все, как Гитлер делал. Эрнст Рембо, Ремм и тому всем примеры показать. Вот. Поэтому в ближайшее время, даже завтра, если завтра будет вечь, мы по акценту поймем, куда оно движется. В ближайшее время мы поймем, какой сценарий избран. Вполне может быть, два или три сценария одновременно, кстати, запущены. Там надо будет смотреть, какой базовый. Но то, что один минимум из этих сценариев этой изоляции России, по корейскому варианту, внутренней изоляции, я уверен на 101. Вопрос главный он или нет? И превращение России в один большой Донбасс и в один большой Хамас. Причем даже я не могу удержаться. Ваша покорная слуга 25 февраля предупреждала. Это Юлия Латынина, Алексей Ристович. Нас смотрит 43 тысячи человек, несмотря на ранний час. Что неплохо для нашего скромненького канала. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Подписывайтесь на Алексея. Алексей, спасибо вам огромное. И вам спасибо большое. И до встречи через неделю. До свидания. Спасибо. Продолжение следует.